Илья Нисхадовский, экономический эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Илья, рады видеть. Взаимно. Добрый день. Да, скажите, Илья, если мы говорим о состоянии Газпрома, да, можем ли мы эту историю, знаете, экстраполировать на то, что в целом происходит в газодобывающей, да, в газовой сфере Российской Федерации? Или, в принципе, если мы говорим Газпром, то мы и говорим в целом Газ России. Здесь нельзя как-то отдельно расценивать. Тут надо понимать, все-таки действительно разделять газ и нефть. При этом надо помнить, что показатели Газпрома, они могли быть гораздо хуже, если бы в систему Газпрома не входили еще нефтедобывающие и нефтеперекачивающие компании, которые продавали нефть за рубеж. Именно благодаря вот этому компоненту их бизнеса они показали не настолько большой убыток. Он мог быть вообще просто рекордным, даже больше того, что мы сейчас видим. Но при этом за счет того, что все-таки нефть они продавали и нефть имеет больше дисконт, соответственно, это привело к тому, что показатели именно такие. Относительно того, как характеризировать газовые отрасли, да, действительно, они увеличили объемы продажи на среднеазиатские рынки и Китай. Но при этом это потолок. Это потолок, то есть насколько бы не ездил Путин со своей делегацией в Китай, насколько он не упрашивал Китая, чтобы запустить силы Сибири-2, он получил отказ. Китай не хочет быть зависимым от России. Китай не хочет этого газа. Кроме этого, по отношению к тому газу, который он покупает, он ставит свои условия. То есть, другими словами, он его покупает гораздо дешевле. Во-первых, саму трубу построили россияне, капиталовложение, которое уже никогда не окупится. Но при этом также и продажа газа, который Китай требует, чтобы он покупал по внутренне российским ценам. Соответственно, он будет давить, он имеет соответствующее положение, решающее положение для России. И Россия просто будет вынуждена в этих вопросах, хотя бы, может быть, немножко, но уступать. И убытки будут от этого только расти. Поэтому в этом отношении «Газпром» — это не временная история, которую мы наблюдаем за один год. Это история, которая будет продолжаться. Если Европа не открыт рынки, при этом с 1 января 2025 года прекращается транзит российского газа в территории Украины, это еще дополнительные потери от 20 до 30 миллиардов кубов, которые продавала «Газпром» в Европе через украинскую трубу. И как результат, это еще сильнее ухудшит состояние «Газпрома». Относительно нефтяной отрасли, то тут уже ситуация не настолько, скажем так, плохая. Несмотря на то, что цены опустились, все равно они больше, чем тот рубеж, который был установлен нашими западными партнерами, а именно более 60 долларов за баррель нефти, как результат могут получать и прибыль, могут, соответственно, и получать даже значительные объемы прибыли. Поэтому очень важно, чтобы санкции против российской нефти действовали, следить, вводить санкции против теневого флота, ограничивать эту продажу. А было бы гораздо лучше, если бы ситуация изменилась таким образом, чтобы, например, Саудовская Аравия, которая уже пригрозила относительно того, что опустит цену на нефть до 50 долларов, если это произойдет, то, соответственно, Россия полностью повторит путь Советского Союза конца 80-х годов, когда огромные военные расходы и падение цены на нефть привело к его распаду. Илья, ну давайте поговорим детальнее об этих убытках и как, возможно, компания, по крайней мере, да, компания, да, по сути, да, Кремль будет выходить из этой ситуации. О том, что российский «Газпром» терпит убытки, следует и из отчета компаний. За первое полугодие этого года финансовые потери составили более 480 миллиардов рублей. Это на 88% больше, чем за такой же период 23-го года. В российских СМИ подсчитали, согласно отчету «Газпрома», убытки компании превышают 2,5 миллиарда рублей в день. То есть в сутки российский промышленный гигант теряет в эквиваленте около 28 миллионов долларов. И в этом случае речь идет об исключительно газовом бизнесе корпорации. С учетом всех прочих направлений финансовые потери, ну, понятное дело, более впечатляющие. И вот скажите, Илья, какие в целом есть вариации развития событий для самого «Газпрома», чтобы он как-то из этой ситуации выходил. Да, если мы говорим о желательных подставках другим странам, ну, «Сила Сибири-2» не играет, «Сила Сибири-1» с Китаем окей, весь. Но не впечатляет, не покрывает то, от чего отказалась Европа, Европейский Союз. Ну, за исключением некоторых государств, как мы понимаем. Но все же, если мы говорим о том, что он может сделать. Возможно, как-то обратить свой взор на внутренний рынок, из людей брать эти деньги. Да, или, возможно, есть у него какие-то возможности выйти на рынок СПГ таким образом, чтобы вот этот газ поставлять соответствующе. Вот ваша оценка, ваш комментарий. Полностью соглашаю. Одно из направлений – это увеличение цен для внутреннего потребителя. Это возможность компенсировать, и учитывая те объемы, которые можно продавать, ну, конечно, не полностью, но компенсировать те потери, которые произошли. Но это приведет к тому, что тем, что постоянно гордились россияне и отмечали, что вот у нас коммунальные услуги, они дешевые, они на такие высокие, как в других странах, все, этой сказке пришел конец. Теперь цены на газ, они уже поднимались на протяжении 2023 года, в 2024 году принимались соответствующие решения, и дальше будут подниматься. Население будет платить за газ больше и за соответствующие коммунальные услуги будет платить больше. Это первый путь. Второй путь – это урезание расходов. Ну, не хотелось, конечно, ему там урезать, но, конечно, какие-то расходы они сократят, которые у них на сегодняшний день есть. Во-первых, это, конечно же, уменьшение капитальных вложений. То есть разработка новых газовых каких-то труб, газовых рудовищ просто-напросто дальше не выйдет их развивать. Почему? Потому что если нет перспективы рынка, то какое имеет цель и какое может быть от этого польза, если в них вкладывать. Ну и, конечно же, их будет поддерживать российский бюджет. Несмотря на то, что в 2022 году фактически «Газпром» спас российский бюджет, когда ввели дополнительный налог в размере 1 триллиона рублей в месяц для того, чтобы удержать российскую экономику на плаву, то теперь эти деньги пойдут в обратном направлении. Для того, чтобы национальное благосостояние, как они называли, эту компанию не упало окончательно и, соответственно, не объявило себя банкротом, туда будут вливаться деньги. И вливаться деньги огромные, потому что это не вопрос каких-то там несколько миллиардов, это как минимум полтриллиона вливания денег в эту отрасль для того, чтобы она не обанкротилась окончательно. Ну, Илья, давайте поговорим о том, что же будет с дальнейшим, пока еще остающимся определенным газовым бизнесом со странами Европы. Так ЕС в этом году, в 2024, может импортировать, как я понимаю, до конца года около 35 миллиардов кубометров российского газа. Это в целом. Это на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает итальянский энергетический аналитический центр. Так, например, в 2021, до кризиса цен на энергоносители, после полномасштабного вторжения России в Украину, государства Европейского Союза импортировали до 150 миллиардов кубометров на российского голубого топлива. Ранее один из чиновников Европейской комиссии заявлял, что страны-члены сопротивлялись селем ЕС по уменьшению использования российского природного газа. В то же время отдельные государства наблюдали временное увеличение закупок. Ну и стоит напомнить, что Евросоюз должен прекратить весь импорт российского газа до 2027 года. Ну скажите, Илья, за Австрией, за Венгрией, за Словакией вопрос не постоит? Решат за этот период? Нет, они точно не решат, но тот же вопрос также и в нас в том числе, потому что мы сейчас осуществляли этот транзит, а какую-то часть газа они будут получать через Турцию, но обеспечивали газом мы. При этом все-таки очень необходимо отметить следующее. Во-первых, Европейский Союз четко заявил, что они готовы к прекращению транзита российского газа территории Украины. И это напомнило также и этим странам, что готовность есть, у вас есть технические возможности получать газ из других источников. Поэтому тут однозначно с 1 января российский газ должен прекратить идти через территорию Украины. И я уверен, что так и будет, потому что финансировать агрессора в условиях войны считаю недопустимо. Относительно того, что может дальше, в принципе, сделать, нарастить определенные потоки через Турцию, возможно, но это технически ограничено, это не спасет «Газпром», это не те объемы, которые есть. Соответственно, будет поставляться азербайджанский газ, будет поставляться каспийский газ, но не будет поставляться уже другой, ну скажем так, российский газ, он ограничен в этих направлениях. Соответственно, ситуация у «Газпрома» существенно ухудшится. Решить никак не может. СПГ, те санкции, которые были введены и Соединенными Штатами Америки, и Европейским Союзом против СПГ, и то, что уже Европейский Союз сделал первый шаг к этому вопросу относительно перекачки, то это как раз и является тем шагом, который показывает, что Европейский Союз однозначно идет в направлении в полном отказе от российского газа. Европа не простит России в 2022-2023 год, когда реально Россия прекратила закачивать газ, соответствующие газосходящие, которые находятся на территории Европы, и прямо говорила, что мы хотим вас заморозить. Это однозначно полностью убило репутацию, поэтому считаю, что каких-то пути назад нет. Российского газа к этому периоду на 2028 году на территории Европы уже не будет. Ну или напоследок у вас тоже спрошу, не могу вас отпустить просто так, там же, ну они же, они пытаются искать, да, как там у них ролик был, да, идет, как там зима большая, и там, по-моему, то ли Новосибирск, то ли что-то показывали. Ну, в общем, понятное дело, что пропаганда пыталась раскрутить эту историю, но смотрите, ну, не ж могла я заморозить Европу, вот не смогла и все, что ж ты поделаешь. Но, но, есть информация о том, что Газпром рассматривает Африку как точку роста для развития будущих поставок. Об этом заявил глава Газпромэкспорта Дмитрий Хондога, пишет издание The Moscow Times. По его словам, корпорация рассматривает Африку как рынок сбыта, в частности, СПГ, и как точку применения опыта компании, боже, красота, боже, какая красота, как точку доведи, не, как точку, да, а ну можно мне еще раз, ребята, этот текстик? Вот смотри, как точку, еще раз, как точку применения опыта компании в доведении газа до конечного потребителя. Да, вырезать не будем, так надо было просто вот это все сказать, да, точка доведения опыта компании газа до конечного потребителя. Боже, Илья, что вы скажете на это? Вот Европа не берет, а мы в Африку как начнем запускать наш газ, как Африка как подсядет на нашу иглу, вопрос в том, что там Африка будет делать с этим газом. Возможно, у «Газпрома» не возникает, но все же, пожалуйста, ваш комментарий, Илья. Так, вопрос цены. Одно дело, зачем этот газ, а другой вопрос, зачем Африке за такую цену? Это добыча газа будет вести через всю Европу довольно-таки долгий путь. Это его необходимо сжиженный газ, соответственно, перевозить. Там строят, у них нету соответствующих терминалов. Это значит, надо еще построить какие-то терминалы. Кто будет этот газ потреблять и так далее, тому подобное. При этом у Африки есть, ну, нет такой развитой промышленности, которая нуждается в таком количестве газа. Во-вторых, у них есть альтернативные источники энергии, те же самые уголь в достаточном количестве, которые легче, соответственно, продать, потому что он идет с Южной Африки. И, соответственно, это полностью покрывает энергетические потребности Африки. Поэтому я считаю, это, знаете, такой определенный бред, который продается на внутреннего потребителя. Потому что во всем мире просто посмеются над этим, ну, думают, ну, просто смешно относительно того, что вы там придумываете. А для внутреннего потребителя он будет верить этому и говорить, вот у нас Путин молодец, спасает Россию. И вот вы там закрываете нам европейский рынок, а мы в Африку будем продавать. При этом без экономического обоснования, без понятия, кто там потребитель, без понятия тому, кому вообще этот газ нужен. Мы там будем продавать. Поэтому это просто пустые слова и никакого экономического обоснования того, что там кто-то будет покупать этот газ, ну, просто нет. Просто нет. Это фантазии руководства «Газпром». Да, как точку доведения этой истории до абсурда. Вот так можно было перефразировать. Илья, спасибо вам за этот анализ, за эти комментарии в эфире телеканала «Фридом». Всегда вам рады. Илья Несходовский, экономический эксперт, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.